Музыка Обратите внимание на эту схему, что кто-то в предприятие попадает через заднюю дверь, через боковой лифт, кто-то в предприятие попадает прямо, а кто-то сверху в него попадает, а кто-то в нем работает и ждет какого-то случая, чтобы сделать карьеру. И мы с вами будем говорить завтра о той карьере, которую мне в свое время объяснили мои руководители. То есть это очень интересная история. Почему я хотел, в общем-то, снять фильм на эту тему? Потому что это был. Это непридуманная история. Это был. Это то, что было со мной. И как меня учили делать карьеру, я с вами как раз и хочу поделиться. Это не секретная информация какая-то на самом деле, потому что сегодня мы с вами разобрали, как устроена карьера в мире, у нас в том числе. А завтра я вам расскажу о том, как технологически она делается и что для этого нужно. Потому что когда я начинал делать карьеру, как вы понимаете, я не имел представления о том, что для этого нужно. Вообще никакого. Я просто что-то хотел. Есть такая позиция у человека, когда я что-то хочу. Что-то. Что такое что-то? Ну что-то. Ну что-то. Что-то. А что это? Ну известно, что квартиру, сдачу, машину. Там. За границу. И мне это дали в первый день. Все. И квартиру. И машину дали в первый день. И за границу. И мне дали должность. Ту, которую я хотел. Мне все дали в первый день. И документы передали в мои руки. И вот чем это все закончилось для меня. Я вам как хочу рассказать. Так начиналась моя карьера. Когда меня спросили, что я хочу. Я как средний статистический человек сказал, что я хочу. Мне сказали приходи завтра. И завтра это все дали. Но приготовили мне определенного рода аттракционы. За это за все. Который научил меня на всю оставшуюся жизнь. То есть я после этого аттракциона до сегодняшнего дня ночью просыпаюсь. И когда мне объяснили, что мечтать нужно о чем-то другом. Да. Потому что были люди и до этого интересные очень. Которые жгли машины на глазах детей. То есть ехал человек на джипе стоимостью 250 тысяч долларов со своим сыном. Это знаменитая история. И спросил сына, что ты хочешь в жизни, чего ты добиться хочешь в жизни. Он говорит, пап я хочу такую машину, как у тебя. Он остановил машину и вывел сына. Взял канистру бензина. Облил эту машину. Поджег ее и сказал, смотри как горит твоя мечта. Сел в такси и уехал. Сына научил на всю оставшуюся жизнь. А тот, когда приехал в офис, он ему сказал, мечтай о чем-нибудь более великом, чем о машине. Вот так воспитывали в свое время детей. И этот парень, как и я, получил вот такое же воспитание. Меня воспитывали по-другому. Мне вместо этого приготовили гроб. Но раз человек всего добился в жизни, то же пора умирать. Это же конец уже, правильно? Поэтому, когда мне это все дали, потом открыли дверь. А там стоял гроб такой, очень красивый. И мальчики с этими. Говорят, ложись, сейчас ребятку закрутят. И отвезут. Испугался я не ношу. А мало того, я знал, что вот тот человек, который это говорит, он вообще не умеет шутить. У нее с юмором очень плохо. Я точно знал, что он это сделал. Этот человек. Сто процентов. Потому что он это не первый раз делает. О нем легенды ходили об этом человеке. Просто. Он был ища диаара просто. И вот, когда он мне показал вот это зрелище, после этого я не захотел больше ни квартиры, ни машины, ничего в жизни. Мне было уже не нужно ничего. Как вы понимаете. Но, зато я научился одну очень важному навыку. О том, что для того, чтобы что-то хотеть, надо этому соответствовать. Очень смешно выглядит, когда какая-то девушка едет на БМВ за 150 тысяч по городу. Это очень смешно выглядит. И понятное дело, что у девушки БМВ это никто не отберет. Это естественно. Но, все шпилькасты понимают, что она ее не заработала, эта БМВ. Это же естественно тоже. И если женщине можно так, то мужчине нельзя. Понимаете. Когда мальчик в 20 лет едет на БМВ, он обязательно оказывается в столбе. Почему? Потому что БМВ это машина не для ребенка. И очень правильно, как вы знаете, делают американские миллионеры. 18 лет. Квартирку сняли. Денег дали. Пару тысяч. Иди устраивайся на работу и приехали. И все. К маме только в субботу. Домой не приходи больше. Почему? Иначе нет никакого стиля. Она ничего делает в жизни. Он же сын миллионера. Зачем ему работать? А папа же рано или поздно умрет, он понимает, что от этого ничего не останется просто. Если сын не пройдет все эти перипетии, если он не станет этим генеральным директором настоящим. Папа умрет, а это состояние растащит. И никому это не достается. А папа этого не хочет. Поэтому у нас в Одессе здесь был случай. Когда мы с одним папой лечили сына. Был мальчик одесский. Который любил девочек. Отдыхать. И так далее. И вот в один прекрасный момент. Он у папы на день рождения попросил хамера. Ему подарить ему было 21 год. Или 22 уже было. Папа сказал, конечно, сын. Я подарю тебе хамеру. Естественно. И вот он просыпается утром. Подходит к окну. А хамера нет. Он говорит, пап. Ты же обещал. Он говорит, вот документы. А где вы жили? Он говорит, в Саудовской районе. Он говорит, что? Он говорит, в Саудовской районе. Он говорит, почему? Он говорит, потому что ты улетаешь через два часа. Садись. Зачем? Чтобы жить в пустыне. Он говорит, а почему? Он говорит, потому что ты хочешь хамер. А на хамере ездят по пустыне. Он говорит, вот ты садишься в самолете. И летишь в Саудовскую Аравию вот с этими двумя великолепными хлопцами по два метра. Они тебя доставят в аэропорт и поедут вместе с тобой. И будут там жить. А я купил там нефтяную лыжку. И ты будешь управлять этой нефтяной лыжкой. Теперь. Одновременно заочно будешь учиться в университете. А я на это буду смотреться с тобой. Его посадили в самолет. Отправили в Саудовскую Аравию. И он жил в пустыне. Без девочек, алкоголя. Там же убийца какой. Без ничего. Вот так закалялся сталь. И жил он там пять лет. Я уже не помню сколько. Пока папа не разрешил увидеться с мамой. Просто увидеться. И когда ты прилетел этот человек, это был совсем другой человек. Вообще другой. Это был другой человек с другим лицом. И вообще другой. И папа сказал, вот, ну, я вижу, ты становишься директором. Ты становишься бизнесменом. И когда он спросил, не желает ли он остаться в Одессе. Он говорит, нет, я уезжаю в Саудовскую Аравию. Я приехал на один день увидеть мать. Нет, я не желаю остаться в Одессе. Не хочу. Почему? Затянет трясина обратно, он говорит, не хочу. Буду жить в Саудовской Аравии в песках. Зарабатывать деньги. Ездить в Западную Европу отдыхать на выходные. И обратно в Саудовскую Аравию. Обратно копать нефть. Опять копать нефть. Потому что я мужик. И я должен остаться мужиком в этой семье. Потому что ты уже в возрасте. И скоро мне принимать руководство всем холдингом. Поэтому мне нужно максимально научиться до того момента, пока ты не отойдешь это дело. Вот что сказал сын. Ну, отец пришел, подъехал и говорит, Викторич, ты, как всегда, один в этом отношении. Что касается воспитания, тебе не отравлено. Сына ты воспитал за пять лет. Я говорю, ну так что делать. Ты же сказал, надо сделать генеральную дирекцию. Вот генеральный теперь директор. Не желает жить в Одессе, не желает жить у мамы. А то же мама ему бутерброды прямо носила, вы же понимаете, компьютеры. И папа это все смотрел, и он был в большом шоке. Потому что вот это примет командование через десять-пятнадцать лет. И если он не умеет командовать, то его просто сожрут здесь, в Одессе. Да, и все это прекрасно понимают, что его просто убьют. То есть он, по сути своей, спас жизнь сыну. То есть если он к этому времени не станет тем, кто нужно, то его просто убьют здесь, в Одессе. И он все равно делит чьё-то. Никто ничего не зарабатывает. Вы же не видите, наверное, дымящихся заводов, которые производят продукцию и отправляют ее на экспорт. Значит, что? Постоянно перераспределяется собственность. А для того, чтобы она перестала перераспределиться, нужно не дать ее перераспределить. Чтобы не дать ее распределить, нужно восхищать. Поэтому, видите, у этого парня, вот эта карьера, вот этого типа, лифт снизу вверх. Да, но отправили вообще в неведомые, как бы, дали. Как вы понимаете, это третий способ, третий способ, как бы, решения вопросов спасения мира, как бы, да. То есть мы его отправили спасать мир, Саудовскую Аравию. Вы понимаете, спокойно этим третьим способом делания карьеры, как бы, воспользоваться, да. Ну, дело в том, что очень многие люди через этот третий способ сделали карьеру. То есть, по сути своей, если мы возьмем с вами подавляющее большинство президентов, которые были, они все стали президентами вот этим этим, как бы, способом, как вы понимаете. И почему этот способ наиболее эффективен? Для того, чтобы сделать, как бы, карьеру вот этот третий способ. Потому что это способ, который не имеет сопротивления в карьере. Никакого. То есть, вы же понимаете, все хотят религиозных фанатиков. Не понимаете, да, что я говорю? Объясняю. Вы кому будете верить? Человеку, который беззаветно вам предан на шизофиническом уровне, или человеку судистому? Естественно. Вот отсюда, то есть, почему вы видите дураков, стоящих на должностях? Потому что в определенный момент времени развития предприятия важнее доверять человеку, чем что он что-то умел. Банк и так крутится, понимаете, он весь вверх, чем крутится. Если он поставит дурака директора, и сказать ему нажимать только на эти три кнопки, понимаете, вызвать секретаршу, сделать то, и больше ничего не трогать, и контролировать это, то он будет отлично 20 лет директором банка, понимаете? Потому что за него уже все сделано. Ему не надо, ему нужно только сидеть в кресле номинальным директором, понимаете? В этом вся суть. И поэтому вот эти, которые с университета вместе, помните, да? Они друг другу доверяют, они прошли вместе очень-очень многое. Поэтому это карьера без сопротивления, лифт наверх без сопротивления. А вот это, вот этот способ, он очень тяжелый, этот способ. То есть вам нужен человек, который согласился бы на это, понимаете? А где такого чем-то взять? Нигде. Это очень сложно, чтобы кто-то согласился просто так тратить свое время, чтобы вас научить, понимаете? Очень тяжелым. А в университетах этому что? Не учат, на курсах этого не учат, нигде этого не учат. Поэтому это очень тяжелый способ, вот этот. Вот этот способ, очень тяжелый. А вот этот способ очень простой. То есть продемонстрировать преданность очень неповторенно несложно. И обычно таких людей находят очень быстро. Очень быстро. Вот, например, я вам пример сейчас приведу. У меня есть сейчас одно предприятие, полностью готовое к запуску. У меня где это? Еще найдется какой-то. Еще найдется обязательно какой-то парень вот на этот лифт наверх. И через буквально полгода станет генеральным предприятием этого предприятия. А предприятие, свои дипа, вообще нонсенс, да? Известное во всем мире, имеющее статус в мировом рейтинге. А его нет. Ни сотрудников предприятия нет. Все есть, кроме всего. Кроме начинка. А оно уже есть. То есть сейчас только людей подставляет, и оно как ракета пойдет наверх это предприятие. Понимаете? Оно есть это предприятие уже. Готово. Мало того, оно везде, лейбл его везде. Все есть, а людей в нем нет. Вот такая беда. Сейчас обязательно найдется какой-то парень преданный, который возглавит это предприятие. Обязательно найдется. Вот это и будет лифт. Вот я вам просто показывал, как это работает. Есть такое предприятие, у него все есть, кроме людей. Он фантом. Пустое предприятие. А его знают во всем мире. Но сейчас найдется обязательно герой какой-то, который зайдет через правый лифт. Станет генеральным директором. Я ему помогу набрать людей. Помогу организовать все внутри. И это будет звезда. Видите? Как делается карьера. Вот сюда. А как? И таких примеров массы просто. Я еще могу таких примеров привести. 20 или 30. Когда я помню. Пришел. Кем я буду? Не знаю. Если он должен. Очень интересно. Быстренько дошел до этой должности с самого низа. Мне там 3 месяца понадобилось. Чтобы стать этим. А дальше. Неведомая идея. И делал я это 500 раз в жизни. Потому что если человек умеет и знает, что он делает. То есть если все эти ключи у него в руках. Этого человека. То он знает, что нужно делать для того, чтобы кем угодно стать. И мы завтра будем как бы разбирать каждый из путей. Потому что я такой человек, который в себе сочетает все 3 пути. Одновременно. То есть я и этим путем шел. И этим путем шел. Множество всего было на моем пути. И они сочетаются между собой. Эти пути. Постоянно. Каждый раз, когда ты выигрываешь какой-то путь. Ты поднимаешься еще лучше. Мы завтра будем смотреть. Как сочетаются эти пути в жизни человека. Потому что у меня было так, что происходили случайности. И которые нужно было реализовывать. Если бы я их не мог бы реализовывать. Я бы не смог бы ничего сделать в этой ситуации. И был у меня человек, который меня привел. И было потом вот это. Многократно. В разных предприятиях. И в науке точно так. И что же я пришел в науку. Я уже тому времени был известным ученым. И я быстро разобрался с этим вопросом. Поэтому завтра вам и хочу показать. Как это все делается. Ну на своем примере просто. Как это было. Как это было. Как это было. И я сейчас захала. Это какой-то, как может быть. Как быть. Как передать. Компора. Уважей. Советую. Продолжение следует...